Так, всем привет! Сегодня 16 августа, и с нами Нелла Мизир. Нелла, привет! Привет-привет, друзья! Рада всех видеть. Подождем немножко, пока люди к нам будут присоединяться. Как всегда, всем очень рада. И у нас с тобой сегодня возникла такая интересная тема. Мы решили, что мы будем обсуждать очень интересную, животрепещущую тему для большого количества народу, скажем так. Да, конечно. Так, я пока ссылки бросаю. Иницирую, о чем мы будем сегодня говорить. Да, мы будем сегодня говорить о том, что у нас происходит с нашими деньгами. Мы вернулись к деньгам по нескольким причинам. Потому что много людей жалуются мне, что у них летом почему-то происходит очень сильный застой в деньгах. Потому что много людей написало мне в личку о том, что начинается школа, и буквально волосы стоят дыбом. В том плане, что это сейчас стоит все очень дорого. Например, кружки, какие-то экстра-учителя, какие-то канцелярские принадлежности. Из-за инфляции подорожало в огромное количество раз. Естественно, цены растут в магазинах. И у нас тоже, я понимаю, вас тоже. Точно так же, что произошло, поднялся процент на рынке недвижимости. И поэтому соды поднялись очень в цене. То есть мы платим банкам намного больше, чем мы платили. И люди, например, которые раньше пытались сделать перефинансирование, теперь для них это все достаточно тяжело. Ну и просто поднялись обычные цены на продукты питания везде. То есть вот как-то тема возникла сама собой, но оказалась достаточно актуальной. А если вообще посмотреть, например, что происходит в мире в плане природы за последние, я не знаю, скажем, полтора-два месяца, то мне кажется, что тот катаклизм на катаклизме сидит, катаклизмом погоняет. И люди теряют все, теряют жилье, теряют машины, теряют все, буквально все. Вот, например, даже Гавайи, я не знаю, кто слышал, кто нет. Но, одну секундочку, тоже я сейчас кое-что хочу скинуть, твою ссылку тоже. Дай мне минуту. Меня попросили скинуть, когда мы будем в эфире. Вот. И что получается, что тема стала не просто вроде бы темой о деньгах, а темой о выживании. И как же все-таки жить, а не выживать? Вот в этом вопрос, да. Как все-таки обрести какую-то стабильную почву под ногами, когда на сегодняшний день в мире полностью отсутствует стабильность? Даже уж куда нам, да, мы говорим, например, казалось бы, такой человек, как наш бывший президент, мистер Трамп, сегодня оказывается осужденным по какому-то количеству огромному, да, уж если не о нем, как говорится, какой-то стабильности, а даже там никакой стабильности оказалось нету, да, потому что его осудили там по какому-то огромному количеству, ему предъявили кучу там исков и претензий, и вместо того, чтобы теперь стать президентом, похоже, ему грозит тюрьма, да. То есть... Поградает, плачет. Да, 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 да. То есть речь идет о том, что нам очень часто кажется, что деньги, богатство может вдруг решить все наши проблемы. Но вот судя по тому, что происходит, похоже, что все-таки не очень, да, наше богатство может решить все наши проблемы. Я когда-то слушала одного очень известного каббалиста в свое время, и он сказал очень интересную фразу. Говорит, конечно, когда лучше есть деньги. То есть он признал это, да. Но могут ли они решить все проблемы? И, в общем-то, конечно, нет, но лучше, когда они все-таки есть, да. Если они вдруг какой-то такой момент не становятся бумажками, что очень часто становится именно так. Я слушала... Я люблю старые фильмы, и я тут слушала, смотрела фильм про одного адвоката очень известного здесь, Перри Мейсона. И я вообще люблю психологические всякие такие драмы. И он... Это был 54-й год, когда он говорил, она получила целых 50 долларов. Ну, это, наверное, приблизительно то же самое, что сейчас в Москве 50 рублей, да. Тогда, да, когда мы говорили, 50 рублей – это были огромные деньги, да. Это же были деньги, я не знаю, ну, половина зарплаты, наверное, да, если у многих это было вообще две трети зарплаты, наверное, там, если зарплата была 70-80 рублей, да. И о чем мы говорим сейчас? Там по ноликам добавили кругом, да, и то, что там можно было купить, там, я не знаю, на 50 долларов тогда или на 50 рублей тогда, то сегодня, наверное, и на 5 тысяч не купишь. То есть вот такое вот идет обесценивание постоянно этих денежных купюр, постоянно идет обесценивание нашей жизни как таковое, и идет такой настрой больше у нас на выживание, чем на какую-то интересную жизнь, скажем так. И вот поэтому тема возникла сама собой, вот я говорю, потому что она охватывает какое-то огромное количество сфер в нашей жизни. И тут я бы хотела бы пройтись очень интересно по одной вещи, скажем так. Вот ты мне перед эфиром задал какой вопрос? Озвучи его. Это про что? Ты мне сказал, что ты подвисаешь, помнишь? А, ну, в общем, собственно говоря, речь о чем? Ну, опять же, о тех же событиях, да? То есть... Перед эфиром? Так, что-то у тебя... Говори, говори, это у меня включилось. То есть смысл в чем? Что, ну, я тоже привык какой-то определенной стабильности, хотя она у нас относительная, в том плане, что летом у меня всегда есть работа, и она есть осенью, вот. И тут начались какие-то... То есть у меня одна работа заканчивается, а потом начинается следующая. И то есть я примерно более-менее себе представляю, что будет через месяц. Вот. И тут вот в течение июля начались какие-то подпрыгивания. Вот. И ты начинаешь прислушиваться тому, что говорят про экономику, там и всякое такое, то есть какое-то, ну, зависание. То есть... Вот. И это начинает вызывать, как бы, некую тревожность. А эта тревожность, она, соответственно, создает дополнительное напряжение. То есть я сам уже создавая это напряжение, а его транслирую дальше, да? То есть когда я звоню заказчику, и в этом напряжении, условно говоря, да, то... Если заказчик чувствует твое напряжение... Да, он, когда-то не возьмет трубку. Вот. И это уже хорошая новость, что он мне взял, я не наговорил каких-нибудь... Вот. Поэтому я, зная и понимая это, да, ну, поскольку мы таперы, да, мы можем как бы управлять своим состоянием, но я не могу управлять состоянием других людей. Да, потому что такие же самые процессы, они, ну, в моей отрасли, в смежных отраслях, они точно так же влияют на людей. Да, а люди как реагируют, да? То есть что-то услышали, что-то произошло, остановиться. И то же самое. Да, просто остановить, ничего не делать, да? И это начинает передаваться по цепочке, да? Останавливаются целые, как бы, процессы. Да. И важно, как бы... Что с этим делать? Да, что с этим делать? И мы же уже все умные тут, ну, а кто не умный становится умным вместе с нами, то мне сказали, что мне обязательно нужно улыбаться и смеяться больше, и тем самым облегчать и наши эфиры, и вообще жизнь окружающих людей. Поэтому, ребята, с сегодняшнего дня у меня новая мота, я больше улыбаюсь. Скажите, пожалуйста, что вам нравится моя улыбка и моя энергия от того, что я улыбаюсь больше. Вот. И что же все-таки происходит, да? Ну, мы все уже знаем, как я говорила, кто не знает, тот узнает, что подобное притягивает подобное, да? То есть, чем больше мы начинаем излучать из себя или вибрировать в состоянии напряжения, то тем больше мы привлекаем это в напряжение. Люди, которые даже на другой стороне провода или на другой стороне наших смс-ок, они знают, что происходит с нами. Очень интересный момент произошел недавно у одного моего знакомого. Ему должны большое количество денег. И от этого количества, в принципе, сегодня зависят его платежки разные, да? Потому что там нужно заплатить людям, там нужно заплатить определенные платежи коммунальные и так далее. Человек, который ему должен заплатить эти деньги, всегда платил, вдруг он исчез. И не отвечает. На смс-ки не отвечает, на телефонные звонки не отвечает, ни на что не отвечает. Человек начинает нагнетать ситуацию. Просто она нагнетается. И каждая смс-ка, которая идет, она излучает все больше и больше вот этого нагнетания, да? Больше волнения, больше нагнетания, больше претензий, да? Уже потому, как я говорю... Спасибо, очень идет улыбку, улыбайтесь. Буду улыбаться, Таня, обязательно. Несмотря на то, что мы говорим о такой серьезной теме, да? Ну, у нас, в принципе, все темы серьезные. У нас редко бывают легкие темы. И начинает вот это вот все нагнетаться, да? То есть обстановка нагнетается. Я, если я начинаю это делать, да? Ты такой гад или ты такая гадина, если это она. Ты мне не отдаешься деньги, а ты мне должен. А у меня тут все теряется, а у меня тут все рушится. И вся эта цепочка, да, она начинает нагнетаться еще больше. Потому что тот человек, который на другом конце, он это ощущает тоже. Вот это вот все нагнетение. И у него, кто знает, по какой причине он сделал задержку в платежке. Мы не знаем этого. Мы можем предполагать, мы не знаем. Но если он платил все время раньше до этого, то у нас, в принципе, есть право предполагать, и я с ним работаю. У меня есть право предполагать, что там что-то произошло, скорее всего. Не потому, что он там исчез у меня с лица земли, да? Если он только не умер, конечно, да? И поэтому, нагнетая вот такую вот обстановку, я тем самым создаю что? Что человек вообще не хочет со мной разговаривать. Я уже тут наговорила бочку арестантов. Я уже выразила все свое фе. Но самое главное в этом все, что меня-то колбасит само от этого, в полном смысле этого слова, от того, что меня колбасит. Я что, могу что-то создать? Нет, у меня голова занята только тем, что меня в этот момент колбасит. Я ничего не могу создать другое. У меня никуда не смотрю. У меня четко идет направление, что мне что-то сделали не то. И я на этом настолько зацикливаю, что я начинаю привлекать это все не то во всех сферах моей жизни. И, между прочим, так оно и произошло дальше. Потому что дальше произошел еще один неприятный инцидент, который я сейчас озвучивать не буду. Но это был очень интересный момент. Я не так часто прибегаю к методике, в наших разговорах, методике Александра Григорьевича Свияжа. Но здесь я бы хотела бы упомянуть. У него есть одно совершенно потрясающее упражнение, которое называется «Ежик событий». И «Ежик событий» сделан как вектор. Вот так. И там ситуация такая. Вот, например, нам там для полного счастья не хватает, я не знаю, чего-то там. Отклон от полного стопроцентного идет там на 25%. Мы начинаем зацикливаться именно на этом кусочке, чего нам не хватает, не обращая внимания на то, что у нас есть 75%. И зацикливаясь на этих 25%, мы сбрасываемся дальше, до 50%, не хватает уже 50%. И очень часто, если мы опять не поймаем себя вот здесь, на этих 50%, то оно дойдет до 100%. Я такое в жизни видела очень много, когда у людей были полные обвалы, когда у людей были банкротства, когда люди теряли все, когда их обворовывали, то есть я конкретно это видела у своих клиентов, я это видела у своих знакомых, когда их начинали судить на какие-то совершенно огромные суммы. И что же делать? Вот, да, мы вернулись к этому. Что же все-таки с этим делать? И я, как всегда, говорю одно и то же. Прежде всего, если существует какая-то нестабильность, она у нас у всех сейчас присутствует. Как же нам создать стабильность вот в этой нестабильности? Как же нам это сделать? И можно это сделать только одним образом. Когда у нас, как у тапоров, как мы сегодня с тобой говорили, появляется ясность вот тут. Когда мы идем в полный баланс и с нашим мозгом, и с нашим телом, и с нашим сердцем, и окружающие люди, они тоже начинают чувствовать это. С кем человеку приятнее работать? Когда человек полностью на взводе или когда человек все-таки находится в состоянии покоя и ясности ума? Ну, по-моему, ответ, в общем-то, очевиден сам по себе. То есть он напрашивается сам по себе. Когда у меня ясность моего ума присутствует, то я могу все-таки оперировать. У меня очень часто, я когда в молодости своей была, я была очень агрессивным человеком. В это мало кто верит сейчас. Но у меня, я не знаю откуда, я была агрессивным ребенком, я была агрессивна. То есть агрессия, у меня такое впечатление было, знаешь, валило со всех сторон, с каких только можно. И, естественно, кого я на себя привлекала, потому что так выходила моя энергия, так шла моя вибрация, я все время привлекала какую-то агрессивность себе на голову. То был скандал там, то у меня была авария машины. У меня на тот момент было 7 аварий. Я каждый раз выезжала, причем самое интересное, что стукала не я, меня каждый раз кто-то стукал. Иногда сильно, иногда еле-еле. Но я каждый раз попадала в какие-то вот такого рода катаклизмы. Не природные, а хотя природные тоже были. Чтобы ты могла проявить свою агрессию. Естественно, конечно. Я выходила и начинала кричать на того, значит, кто меня стукнул, вот такой вот рот открывался. И все нормально. То есть мы сами себе создаем нашу действительность. Мы можем сказать, вселенная это делает, мы можем сказать, кто-то еще это делает. Но на самом деле, в данном конкретном случае, это абсолютно однозначно мое недовольство, моя агрессия создавала ситуацию, где я могла ее, этот весь пыл, этот жар мой выпустит. Самым большим учителем, царствие мое небесное, в этом была моя свекровь, которая постоянно мне давала возможность эту агрессию тоже выпустить. И, естественно, вот так вот шла жизнь до определенного момента, пока я не стала успокаиваться. Пришел в жизнь таппинг, пришли в жизнь учителя тапперы, я стала учиться, но я тоже пришел в жизнь Александр Григорьевич Вияж, я стала менять свою собственную энергетику. И теперь очень интересно, даже получается так, например, я могу стоять в очереди, а я в ней стоять не хочу. И я, закрывая глаза, начинаю посылать, сначала я раздражение убираю, я убираю все свое раздражение, я его отпускаю, а потом, закрыв глаза, буквально на 10 секунд, я посылаю любовь всем консирам, которые есть, всем людям, которые стоят в очереди. и сколько раз у меня было. Пройдите вперед. Нет, здесь не принято это дело, потому что здесь есть возраст. У нас не принято уступать место бабушкам в общественном транспорте. И у нас не принято бабушек и инвалидов пропускать вперед тоже, если это только мы куда-то не летим, на вокзалы, там в аэропорту. Поэтому вот такие вот вещи происходят. Поэтому что же мы делаем? Давайте прежде всего уберем стресс и ограничения по поводу денег. Как ты на это смотришь? Отлично смотрим. Ну и отлично. И кто нас смотрит? Ребят, дайте обратную связь. Как всегда, удобнее работать с обратной связью. Зашла ли вам тема? Есть ли у вас какие-то вопросы по этой теме? И если есть, скиньте их в чат, чтобы мы их видели. Потому что всегда, как я говорю, с обратной связью работать легче. Отлично. Значит, о чем мы сегодня говорим? Мы говорим о том, как создать стабильность в нестабильной ситуации, которая сегодня присутствует в мире. Как убрать то напряжение, если на сегодняшний день нету, может быть, работы, может быть, достаточного количества финансов, чтобы оплатить какие-то ваши платежи. И как, что с этим делать? Как убрать вот это напряжение? Если что-то подвисло в бизнесе, если что-то не идет, если нужны какие-то дополнительные деньги, их нет, у каждого это свое. Я отвечу на все вопросы после нескольких раундов таппинга. Хорошо? Я вижу, есть часть вопроса, я отвечу на них. Как всегда, давайте сохраним к концу нашего эфира. Я обещаю, отвечу на все вопросы. А сейчас давайте сфокусируемся на том, что же происходит у нас с нашими деньгами. Тема сегодня зашла и мне, потому что она оказалась для меня очень актуальной на сегодняшний день. И что я по этому поводу чувствую, когда я говорю слово финансы? Что отзывается? Что происходит с телом, когда я говорю финансы? Напряжение, сопротивление, страх. Обратите внимание, у каждого это что-то свое. Саша, когда я тебе сказала сейчас финансы, что пришло? Ну, в смысле ничего не пришло, а вот комок такой прокатился. Комок стал, да? Да. Интересно. Даже у меня, я сама озвучиваю, у меня тоже как будто вот что там стало. Хорошо. Еще раз подумайте, что связано с этим словом. Теперь откройте глаза для тех, кто их закрывал. и давайте перейдем к нашим приятным воспоминаниям. Закройте глаза и подумайте о чем-то очень-очень для вас приятном. Подумайте о том, что приятное воспоминание это тот островок безопасности, который у вас есть всегда. и вам попасть на этот островок безопасности нужно буквально 30 секунд. Это так работает наше подсознание. С одного момента на другой 30 секунд на островок безопасности. Как вы себя на нем чувствуете? Что там происходит? Какие эмоции возникают? может быть там есть легкость? Может быть там есть радость? Может быть там есть покой? Может вы находитесь в лесу, а кто-то на берегу озера? А может кто-то на берегу океана? У каждого из вас это приятное воспоминание ваше собственное. Это ваш островок. Это то, что вы создаете сами. И чем больше вы культивируете это, чем больше семян эмоциями. Радости, успеха, покоя, легкости посажаете в землю, и чем больше вы их поливаете, эти семена, тем больше ваша жизнь будет наполнена именно этими эмоциями. Радости, легкости, умиротворения, любви. Почувствуйте это состояние полностью на вашем цели и внутри тоже. От кончиков пальцев на ногах до макушки головы заполните себя радостью, легкостью, состоянием покоя. Сделайте глубокий вдох-выдох, возьмите себя за запястье и скажите слово покой. Покой. Отлично. мы сейчас вернулись опять к тому, что нас беспокоило. Беспокоила нас нестабильность в нашем мире сейчас, в нашей жизни, нестабильность с нашими финансами и все, что с этим связано. да? И давайте вместе еще раз закроем глаза и представим себе, что мы отпустили гирлянду шаров в воздух и вместе с ними улетели все наши неприятности, все наши беспокойства и все остальное. Готовы? И делаем круг таппинга. Все, как я ощущаю эту нестабильность. Как я ощущаю эту нестабильность? Своё зависание. Своё зависание. Все, где у меня в теле это проявляется. Все, как это проявляется в моем теле. Я это отпускаю прямо сейчас. Я это отпускаю прямо сейчас. Я освобождаю и отпускаю все ограниченные убеждения на моем пути к финансовому благополучию к финансовой стабильности к тому, чтобы я чувствовала себя хорошо. и это делаю прямо сейчас. Я это делаю прямо сейчас. И по мере того, как я это отпускаю, я создаю что-то лучшее. Я создаю что-то лучшее для себя. Прямо сейчас. Прямо сейчас. Глубокий вдох-выдох, запястье. И у меня сегодня к вам новое предложение. Когда вы говорите слово покой, делайте вдох на раз, два, три, четыре и выдох на восемь. Медленный выдох. И обратите внимание на то, как успокаивается вся ваша нервная система. отлично. И вернулись обратно к тому, о чем мы сегодня говорим. А говорим мы о финансах и о нестабильности в нашем мире на сегодняшний день. помнишь, когда мы начинали, у тебя было вот это состояние такого как кома в горле? Сейчас практически нет. Оно ушло. И я не знаю, у нас есть какие-то комментарии, я не вижу комментарии. Задержка, но я скажу, что настроение у меня сильно улучшилось. И когда я говорю себе внутри нестабильность, это не совсем правда для меня. Хорошо. Закрываем глаза еще раз и проверяем, что же у нас осталось от этого состояния. Нестабильность. Я не знаю, как не оплатить мои счета. Много всяких трат. Что будет завтра, я не знаю. Почувствуйте, что у вас происходит, когда мы это озвучиваем. И у каждого что-то свое. Самый большой страх. И ребят, друзья, не бойтесь вытащить этот страх на поверхность, потому что чем сильнее вы его чувствуете, тем быстрее он уходит. Чем сильнее мы чувствуем какую-то эмоцию, когда это парадокс, но чем сильнее мы чувствуем какую-то эмоцию, это почти как обострение кризиса идет, чем для того, чтобы хронику убрать намного сложнее, чем острое заболевание, правильно? То же самое здесь. Когда у нас сидит какая-то хроническая обида, какое-то хроническое недовольство, что-то хроническое в нас сидит, то это очень тяжело убрать, поэтому очень часто врачи создают обострение ситуации для того, чтобы убрать именно хроническое заболевание, и мы это называем кризисом исцеления. То же самое здесь, этот же парадокс. Чем сильнее вы чувствуете эмоцию, тем легче она уходит, как ни странно. Мы ее почувствовали прямо сейчас в теле, мы ее почувствовали здесь, и она легче уходит. А когда она такая вялотекущая, ну это вот знаете, вот говоря температура, когда она 37,1, и она тянется, и тянется, вот то же самое здесь происходит. Вот я обижена, и обижена, вот у меня страх, и страх, то есть вот эти эмоции, поэтому активизируйте их, давайте прямо наверх, и делаем следующий круг. Стучим. Весь этот страх, весь этот страх, страна глаза, вся эта обида, отсутствие доверия к себе, отсутствие доверия к себе, все осуждение, осуждение, печаль, злость, вся досада, вся досада, сожаление, беспомощность, беспомощность, безнадежность, тревожность, тревожность, я это все отпускаю прямо сейчас, я это все отпускаю прямо сейчас, и по мере того, как я это отпускаю, я позволяю себе создать новое, поддерживающее мои цели, убеждение, я даю разрешение своему сознанию, подсознанию, своему телу работать в унисон и создать что-то лучшее для меня что-то лучше для меня прямо сегодня и прямо сейчас глубокий вдох-выдох покой и опять погружаемся в наш островок приятных воспоминаний и вдох на раз, два, три, четыре и выдох на раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь и открыли глаза и как состояние сейчас дайте мне знать настроение улучшилось и что осталось от наших страхов и обид и делаем следующий рам и отпускаю и отпускаем всю мою эмоциональную зависимость необходимости чувствовать эту тревогу чувствовать этот страх к необходимости страдать и переживать необходимости страдать и переживать я отпускаю и отпускаю всю эмоциональную зависимость к своим рассказам и фантазиям о том что у меня может быть что-то не так о том что у меня может быть что-то не так к моей словом мешалке в голове о том что я себе рисую о том что я себе придумываю и придумываю эти страхи и тревогу я это все отпускаю прямо сейчас И я отпускаю эмоциональную зависимость от страхов и страданий. И по мере того, как я это все отпускаю, я разрешаю себе простить себя и всех остальных, кто создавал эти страхи, косвенно или напрямую. И отпуская все это, я позволяю себе создать доверие к себе и к своему выбору и создать что-то лучшее для себя. И создать что-то лучшее для себя. И я это делаю прямо сейчас. И я это делаю прямо сейчас. Глубокий вдох-выдох. И сейчас откроем глаза и сделаем наш любимый хевенинг. Помните его? Кто не помнит, посмотрите, он есть на моем канале в моих описаниях, как это делается. Кто к нам зашел на огонек первый раз или не знает, что мы с Сашей тут и как мы тапаем, то опять-таки вы можете посмотреть или на канале Саши, или на моем канале. Есть короткие видео про таппинг, буквально точки таппинга. Что говорить, потому что много людей задают вопросы, когда они отключаются от нас. Что им говорить, когда они тапают сами. И то, что мы делаем, Саши, вот этим способом сейчас таппинга, то мы это делаем очень просто. Вы чувствуете, ловите себя в моменте. И буквально идете в приятное воспоминание, делаете якорь на слово покой, или я люблю использовать слово радость. И потом буквально тапаете на то, что вас больше всего беспокоит. Я отпускаю то, что меня больше всего беспокоит. Делаете глубокий вдох-выдох, запястье и произносите слово покой или радость. Я, кстати, подумал насчет этой истории, которую ты рассказывала про своего знакомого, который исчезнет. Вот когда у нас происходит что-то непонятное, появляется тревога, а следом за тревогой у нас появляется недоверие к другим людям. То есть мы еще ничего не знаем, но мы сразу все стираем, всю предыдущую историю. Что у нас было, что много лет у нас все было хорошо, и тут все, подлец-негодяй. Хотя человек может заболеть, у него могут быть какие-то... И мы создаем дополнительные какие-то вещи, вот этой своей энергетикой, которая, соответственно, притягивает что-то еще. Не только нам, а еще и каким-то другим людям. Но тут еще интересный момент. Саждай перебыв на секунду, потому что интересно, что ты к этому и вернулся. Ты знаешь, какой очень интересный момент? Смотри, я ничего не могу создать вовне, то, чего нет во мне. То есть то, что я создаю во мне себя, оно обязательно должно быть внутри меня. Если я начинаю, например, у меня был очень интересный эпизод, когда мне моя приятельница сказала, ты не переживай, я, значит, помню про долги, я тебе все равно отдам деньги. Я говорю, а почему я должна переживать то, что ты только что озвучила? В моей психике не отдать деньги? Нет. А в твоей есть. Ты озвучила только что то, что есть в тебе. Значит, у тебя были моменты уже, когда ты сама не отдавала деньги или кто-то тебе не отдавал. То есть для того, чтобы мне предположить самое плохое, что этот человек там сбежал, он мне не отдаст деньги и так далее, у меня либо должен быть этот опыт, не отработанный, между прочим, потому что я до сих пор его воспроизвожу. То есть я живу до сих пор на том опыте, что мне кто-то когда-то не додал, не отдал деньги, и эта обида во мне крутится, этот страх, что мне могут не отдать, крутится, и она возникла на поверхность. И я начинаю вот таким вот образом создавать опять то же самое, колесо крутится. И если мы, но оно крутится туда, куда мы его крутим, как в любой машине, мы можем поставить вперед, мы можем поставить задний ход. Очень редко мы стоим на нейтрале, очень редко у нас эта ситуация нейтральная передача в машине. Крайне редко бывает. Обычно оно крутится либо туда, либо обратно. И даже если у нас нейтрал, то на какие-то там доли секунды для того, чтобы ее перевести в какое-то состояние движения. То же самое у нас происходит и с жизнью, с нашей. Поэтому, конечно, так оно и получается. Что во мне вообще это создало, прежде всего, эту ситуацию? Что во мне это создало, эту ситуацию? Что я вообще подумала о том, что этот человек не отдаст мне деньги, несмотря на то, что он не всегда раньше отдавал, что он мне не проплатит, а в принципе это создаёт страх. Это страх. За этим стоит, как всегда, один из наших самых жизненных мотиваторов. Как ни странно, это именно страх. Очень многие вещи мы делаем от страха. И я поэтому всегда говорю, что в каждой ситуации, в каждой ситуации, вот эта вот есть ситуация, да, мы можем работать либо от страха, либо от ресурса. И когда мы посмотрим, что несмотря на свой страх, мы нашли ресурс. Вот, например, ты говоришь, что ты проснулся утром, а тебе тревожно. Таппинг – это твой ресурс. Потому что если ты застрянешь на переживаниях, или я застряну утром на переживаниях, или любой другой человек, кто с нами сегодня, застрянет утром на переживаниях, то мы будем переживать весь день. Мы привлечём переживания в течение дня. У нас будут какие-то постоянные обломы в течение дня. И мы ляжем спать с этими переживаниями. И закрутим это колесо в эту сторону. Да, но я тебе не рассказал просто эту историю. Ну, я и Цию её рассказал, да, как она происходит. Да. Когда происходит тревожность, она появляется, ну, как бы в пограничном состоянии, да, когда ты ещё вроде спишь, а уже начинаешь просыпаться. То есть когда-то знание открыто, то есть это как бы идеи, они откуда-то там из глубины приходят, да, что, блин, ну, опять очередной бессмысленный день, вот, и какой смысл просыпаться, да. Я просто начинаю представлять себе, что я простукиваю, да, то есть когда у меня появляется вот эта ясность, я такой думаю, блин, что-то было вообще, откуда это взяло, да, вот. И у меня было такое, что у меня по несколько дней не звонил телефон вообще. То есть ты думаешь, блин, что происходит. И тогда я просто переключаюсь, да, у меня есть, ну, таппинг, да, и это хобби моё, да, и есть куча недоделанных дел, на которые никогда не хватает времени, да. И я вспоминаю, что, о, окей, значит, раз у меня появилось свободное время, значит, почему бы будем не заняться. Кстати, у нас появилось там новое видео на канале с Вероникой Вали, вот интервью Джина Монстры. Кому интересно, тема про таппинг для работы с алкогольной зависимостью. С алкогольной зависимостью, да. И не только, да, очень хороший переводчик нашёлся у нас, вот, поэтому смотрите, очень интересно, вот. И имеет смысл просто какое-то время переждать, да, не дёргать какие-то за верёвки, не дёргать своих контрагентов там, не названить никому, не писать смс, и просто подождать, да, позаниматься чем-то другим, раз у тебя появилось время. Вот это я делаю, да. И потом выясняется, когда проходит время, да, и открывается вот это то, что ты не думаешь об этом, да, а потом тебе говорят, что было, то на самом деле ровно ничего не было. Например, какой-то сотрудник ответственный уехал в отпуск просто в это самое время. Конечно, любое переключение – хорошо. Да, просто кого-то не было, кто-то заболел, да, а ты уже тут напридумывал, так сказать, что… Да, да. Любое переключение – хорошо. И тогда вот смотри, я в своих даже консультациях, я этого не делаю, но очень многие из моих коллег, они делают очень интересные вещи. Они понакупали у нас на Амазоне, знаешь, разные звуки. И вплоть до того, что у них там то клаксон, то ещё что-то. И когда… Потому что это же всё идёт от того, что мы находимся в трансе, да. И они разбивают буквально, когда человек начинает впадать вот в этот транс, они, например, делают такой глубокий хлопок, и человек, знаешь, вот такое вот застарение, да, идёт. И то же самое, вот я сейчас читаю то, что нам ответили, история прошлой, а сейчас уже всё хорошо, да. Да, слава Богу. Очень часто мы переживаем за детей, да. Но у нас переживание за детей, наверное, самое главное переживание, которое есть. Во всяком случае, нормальные родители – это то, что они делают. Какой бы ни был бы ребёнок, они за него переживают. И я совет родителям, которые я в данном конкретном случае дам опять и опять и опять. Посмотрите на достижения ваших детей. Посмотрите на ваши собственные достижения. Потому что даже когда у вас была, ну, скажем, вот такая чёрная полоса, или даже если она сегодня у вас серая, а не белая, у вас было что-то в жизни очень много раз, когда были эти серые, не сильно белые полосы, и вы из них выходили. Тенденция наша, когда мы даже идём в свои воспоминания, это идти и вспоминает чёрную полосу, серую полосу. Мне тогда не додали, не доплатили. Человек тогда был очень болен и так далее, да. Вместо того, чтобы посмотреть на выход из этой ситуации, из которой вы вышли. Конечно, вы же выжили. Вы же вышли из этой ситуации, да. А тенденция сваливаться именно в то, что было. А почему не на выход? Вы же вышли из неё. Возможно, вам отдали эти деньги. Возможно, вы выздоровели. Возможно, у вас наладились отношения с кем-то, с кем они были плохие, да. То есть, что бы это ни было, вместо того, чтобы валиваться обратно туда, в эту ситуацию, посмотрите на вашу победу, посмотрите на то, что вы вышли из неё. Да, и оказались здесь. И оказались здесь, совершенно верно, да. И это самое главное. И вот таким образом, когда вы начинаете, вот как я сказала, культивировать, да, ваши победы, когда эта семечка туда бросается, я это сделала, и я это вырастила, и это то, что я получила. И, может быть, не всегда я получила то, что я хочу. Вполне такое возможно, потому что мы часто говорим об ожиданиях, да. Давайте сделаем ещё вот этот круг, Саш. Всё, что я ожидала. Всё, что я ожидал. И всё, что возможно, получилось не так. И всё, что возможно, получилось не так. Где картинка не совпала. Где не совпала картинка. И это всё отпускаю сейчас. И я это всё отпускаю сейчас. Все сожаления по этому поводу. Все сожаления по этому поводу. Всю беспомощность по этому поводу. Всю беспомощность по этому поводу. Весь страх и все обиды по этому поводу. И весь страх и все обиды по этому поводу. Я это всё отпускаю сейчас. Я это всё отпускаю сейчас. И по мере того, как я себя освобождаю от страхов и обид, досады и беспомощности, я позволяю себе напомнить себе про свои победы. Про то, что у меня есть ресурсы для создания этих побед, включая даже таппинг, у меня есть ресурсы и имеет смысл обратиться к этим ресурсам. Когда мне нужно что-то в жизни решить, это легко сделать, когда у меня присутствует ясность, когда у меня есть ясность, в моих движениях, когда я доверяю себе и принятым мною решением, когда бы это ни было, много лет назад или сегодня. Глубокий вдох лета, покой и приятные воспоминания. Отлично. И открыли глаза. Еще раз делали пару вдохов-выдохов. Я хочу закончить следующим раундом. Я позволяю себе чувствовать себя спокойно и легко в любой ситуации, какая бы она ни была, что бы ни происходило, потому что, находясь в состоянии покоя и легкости, мне намного легче принимать правильные решения. И я чувствую себя легко, свободно и спокойно прямо сейчас. Прямо здесь и сейчас. И мне это нравится. Да, и мне это нравится. Глубокий вдох-выдох. Акулы. И сделайте вдох на один, два, три, четыре. И выдох на один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Молодцы. Я рада, что у вас улучшилось настроение. Я рада, что появилась легкость, покой. Отпустила. И я обещала ответить на вопросы. А вот Таня Крылова задала вопрос, как я посылаю любовь в очереди, когда стою. Или не только в очереди. Ситуация, я посылаю вообще любовь всегда впереди себя или покой впереди себя, куда бы я ни шла. Это может касаться разных мест. Например, если я иду в ресторан, то я это делаю, посылаю заранее это официантам. И, как правило, мне попадаются очень хорошие официанты. Если я иду в какие-то другие места или если я куда-то уезжаю, то я это всегда делаю. И часто это делаю даже перед тем, как мне надо кому-то позвонить. Если у меня важный телефонный звонок, я это делаю. Что я делаю? Я, прежде всего, фокусируюсь на том, что я... Вот опять, на страхе. Что я боюсь, что может произойти. Я когда иду в ресторан, я не сильно боюсь, например, что мне может попасться плохой официант. Но, например, когда мне нужно решить какие-то важные вопросы, то я фокусируюсь на том, что может пойти не так. И я конкретно отстукиваю это все, что может пойти не так. Потому что много чего может пойти не так, на самом деле. А если я куда-то лечу, то там, я не знаю, самолет могут задержать. Или если мне надо лететь с пересадкой, то могут задержать посередине самолет. И я не смогу улететь куда-то, куда мне надо. Но много чего может быть, согласитесь. И вот идея такая, что я буквально делаю круг таппинга. Может быть, несколько кругов, пока я не успокаиваюсь на тему о том, что все, что может пойти не так. Когда мне уже внутри стало спокойно, что все, что может пойти не так, я закрываю глаза. И вот это вот спокойствие, я на самом деле посылаю вот это вот состояние спокойствия и любви вот туда. Я не знаю даже кому это посылаю, но вот просто делаю глубокий вдох-выдох и буквально вот так вот делаю руками, как я это показываю. Я посылаю это состояние любовь всем, кому она там достанется, кто со мной будет иметь дело. Но из 100% приблизительно моих разных общений с людьми, но 98% как правило происходит очень-очень приятно. Я не могу сказать все 100%, но 98% как правило происходит очень приятно. У меня даже младший сын иногда звонит мне, он ищет место на парковке и говорит, мам, сделай что-то свое. Потому что я когда с тобой разговариваю, сразу появляется паркинг, сразу появляется место. Так что магия и ритуалы такие существуют. Можете посмотреть мое видео про ритуалы, оно есть у меня на канале. И вот последний вопрос. Две минуты таппинга для похудения почему не действует? Скажите, пожалуйста. Хорошо, Тань, я рада, что вы поняли. Пожалуйста, конечно. Две минуты таппинга для похудения почему не действует? Смотрите, ребята, что происходит с нами? У нас очень часто отсутствует настойчивость. Мы хотим магическую таблетку или волшебную палочку за 15 секунд или за те же самые две минуты, которые в данном конкретном случае, о которых говорит Ая. А вопрос у меня к вам такой. Вы эти две минуты таппинга сколько делали по времени? Один раз? Две недели? Полгода? Сколько времени у вас ушло, предположим, для того, чтобы набрать лишний вес? Подумайте об этом. Ну, а теперь сравните это с двумя минутами. И если вы будете делать эти две минуты несколько раз в день, какое-то определенное количество времени, ну, хотя бы, я не знаю, 3-4 недели, да, то я вам гарантирую, что оно начнет работать. Нам очень часто просто не хватает самой элементарной настойчивости. И это касается всего. Какие ритуалы, вот я говорю, я вернулась к ритуалам, вы бы не осуществляли, во всех ритуалах присутствует настойчивость. Подумайте о том, что вы почистили зубы один раз в своей жизни. Это мой самый любимый пример. Или приняли душ один раз, а потом полгода не мылись. К таппингу это имеет тоже самое отношение. В таппинге тоже должна быть определенная настойчивость. Вот и все. Так что вот это. Кстати, я хотел сказать, у меня есть вот сейчас вот по поводу похудения. один личный опыт, ну, не мой личный опыт, да, а моего титчера по-английскому. Вот мы прошлый четверг с ним занимались. Вот. У него 130 килограммов сейчас. Вот. И у него там в связи с этим, ну, он несколько раз, несколько заходов делал там с диетами всякими там и прочее. Вот. И оно ему помогало на какое-то время, потом он опять набирал. А разговор начался с того, что он опять об этом думает. И ему уже тяжело ходить. И у него спина болит. И он боится умереть молодым. Значит, ему там 45 лет, так сказать, что сердечное заболевание. То есть он все это в кучу собрало. Я говорю, слушай, ну, давай потратим на это 15 минут. Вот. Ну, по крайней мере, ты не будешь париться насчет того, что ты умрешь молодым. Потому что есть миллионы других способов для того, чтобы умереть. Вот. Не обязательно лишний вес. Вот. Мы простучали. Значит, следующее занятие у нас было в четверг. Значит. Ой, в субботу. Значит, мы начали в четверг. Он говорит, я уже третий день на диете. То есть он уже со следующего утра, он сел на диету спокойно. Я говорю, а что не так? Ну, я стал раздражительным. Значит. Я начал срываться на жену. Значит. Потому что она не следит за детьми. В машине дети орут. Она их не успокаивает. Ну, значит. Я говорю, а на мать. Как бы давай, говорю, это простучение. Угу. Просто почему ты срываешься на это, да. И мы прошлись по убеждениям. То есть как бы дети, если она мать и считает, что они нормально себя ведут. Она отвечает за их безопасность. Значит, все в порядке. Что ты срываешься. Это же твое решение. Как бы это, да. То есть мы убрали вот эту часть. Угу. Потом мы занимались, значит, соответственно, вчера. Во вторник. Уже раздражения на жену, на детей нету, да. Есть просто на какие-то отдельные звуки в детей. Ну, люди создают звуки, иногда они не нравятся, да. То есть мы убираем не все, что есть, да. А что-то, что конкретно. Конечно. Чистота, поведение какое-то, цвет одежды, выражение лица, там. Что угодно. То есть как только мы убираем, да. Появляется как бы следующий. У него уже появилась мотивация. То есть абсолютно осознанно. Не от того, что он там умрет 45 лет. А то, что ему хочется чувствовать себя легче. Да. Он там подсел на диету. Потом он хочет заняться там поголодать. Потом еще что-нибудь поделать. Но это уже осознанное решение, которое он делает без напряга. То есть это не создает побочных вещей. Абсолютно. И теперь смотри. Вот что еще. Дай минуту сюда. Смотри пошаговость этого всего, да. Да. Потому что вес сам по себе очень интересная тема. Она говорит об отношениях и с собой, и с людьми, и с женой, и с детьми, и с окружающей средой, да. И с едой. То есть сам по себе вес, это, как ты знаешь, это большая тема зонтика. И поэтому, когда ты начинаешь, сначала ты оттапал это, потом это, потом это, потом это, да. То это, тут именно вот эта вот пошаговость. С весом это, это огромное. То же самое, между прочим, и с деньгами. Но с весом больше, наверное, чем с чем-либо другим. Ну, я думаю, это многих вещей касается. Если вы посмотрите интервью Джима Монтестрелли с Вероникой Вали, она там говорит про алкоголь, да. Причем про женский алкоголизм. Да. И она не говорит, что давайте бросим это дело. Давайте начнем с того, что мы чуть-чуть сократим. Чуть-чуть. И дальше по шагам, по шагам, потому что во многих… Потому что ограничение резкое, да, оно создает защитную реакцию. Агрессия. Резкое ограничение – это агрессия, с которой мы начали. Вот как мы говорили. Со всеми побочками, да, со всеми убеждениями. Когда мне хочется бросить все, мне не хочется сидеть на диете, или мне не хочется заниматься спортом, или мне не хочется там почему-то, да. И мы убираем это шаг за шагом, да. И тогда мы начинаем получать от этих процессов уже удовольствие. Зависимость – это вообще очень интересно. Это все отдельная тема с зависимостями или от алкоголя, или зависимость от еды, или любая наркотическая зависимость. Потому что за ними, за любой зависимостью… Зависимость от болезни. Потому что люди очень часто зависят от своих болезней. Вот эта боль, потому что там везде есть боль, да. И человек идет в зависимость для того… Потому что боль в зависимости, она меньше той боли, которую человек пытается закрыть. И что получается, когда ты начинаешь потихоньку, вот как ты говоришь… Потому что здесь снимается шелуха, да. Вот луковицу берешь и начинаешь ее, да, буквально чистить. И пока не доходишь до самой сути этого всего. Почему человек должен жить в боли вообще? Почему он должен жить в каких-то несчастьях? И так далее, да. Но там очень много за этим стоит, на самом деле. Это отдельные еще 15 тем наших с тобой, которые мы можем поднять на эту тему. Да. И вот что касается послания любви, ну, это такая эзотерическая штука, да. Там много всего есть, я какие-то вещи пробовал. Но я все-таки рекомендую что-то более конкретное, да. Вот тренировать доброжелательность, да. Вот я сыну своему младшему говорю, что вот тренируюсь я буду доброжелательным. Потому что это актив, который стоит денег мне. То есть, чем более ты доброжелательный, тем лучше относятся к тебе люди, любые люди, да. Это тоже эзотерика. Да, ну, пусть это будет эзотерика. Но это вещь конкретная, когда ты, допустим, начинаешь, как стать более доброжелательным, да. Это то же самое, да. Просто замечать в людях что-то это. То есть в эзотерике, да. И это выговаривать, проговаривать этим людям, да. Ну, классная кофточка, классные очки, да, классная улыбка. Просто так, между собой, когда это у тебя на автомате, все это, потому что людям это нравится. И это не переносит на твою личность, на то, что ты говоришь, то, что ты предлагаешь, то, что ты продаешь и все остальное. Вот. Поэтому будьте доброжелательными и будет вам счастье. Доброжелательными. Это уже НЛП на самом деле. Тут очень много. Дело в том, что когда мы делаем таппинг... Спасибо, какие вы классные. Спасибо огромное. Когда мы делаем таппинг вот такой, как мы делаем, мы используем огромное количество разных методик, да. Огромное количество разных техник. Причем какой бы таппинг ни делался, или ты используешь обычный тест, несмотря на то, что, да, или мы... Потому что везде существует вот этот весь сбор огромного количества методик, да. И когда мы говорим об эзотерике, да, то не надо бояться этого слова, потому что мы все эзотеричны. И мы используем эзотерику постоянно тоже. Вплоть до того, когда мы выбираем зубную пасту, какая для нас лучше. Нам кажется, что это логика, но нет. Так что вот так. Хорошо, ребята. Я дам Ае момент еще буквально две секунды. Боль и развод — это много видео у нас. Посмотрите, пожалуйста, потому что наше время уже стекло. Мы уже так с Ашей берем лишнее время. Боль и развод мы можем либо сделать отдельно просто передачу, либо посмотрите, у меня на моем канале огромное количество видео и моих с Сашей, и моих собственных проотношений, да. Гляньте их. Ссылки вы найдете в описании под этим видео. На всех с Нелой. Также вы можете связаться с Нелой, если вам нужна личная консультация. Если личная консультация, отпишите в личку, да. Так, а на сегодня у нас все. Здорово. И всем... Не жмите лайков и напишите... Пожалуйста, ставьте лайки, распространяйте нас. И будьте доброжелательны. И будьте доброжелательны. И любви всем, и здоровья. Пока. Спасибо.